МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Погибла за два дня до своего 14-летия. В Барнауле произошла резонансная авария. Ребенка сбили на пешеходном переходе. Девять лет за взятки в особо крупном размере. Приговор в отношении экс-чиновника Сергея Демина все же вступает в силу. И два незнакомца в одном номере. Санаторий Алтайского края начали отказываться от такой модели заселения и соображений безопасности. Городской комитет по образованию сегодня в оперативном порядке провел прямую линию с представителем ГИБДД, в ходе которой обсудили безопасность детей на дорогах Барнаула. Напомним, накануне вечером водитель маршрутки на пешеходном переходе, который не регулируется, сбил 13-летнюю девочку. Она скончалась до приезда скорой помощи. Трагедия произошла в спальном густонаселенном районе города на пересечении Шумакова и Северно-Власихинском. С одноклассниками девочки сегодня работали психологи и педагоги, а школы гордо организовывали профилактическое занятие по ПДД. Но пройдут ли такие занятия для водителей маршруток? Подобные комментарии в социальных сетях оставляют подписчики. Известно, что в мэрии Барнаула в ближайшие дни намерены принять решение о том, как правильно организовать данный перекресток и обезопасить пешеходов. И к другой теме. Сегодня прошло очередное заседание по делу бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Ранее экс-чиновника судили на 9 лет за взятки в особо крупном размере. Однако и сторона защиты, и обвинитель подали апелляцию на приговор. Анна Рашагирова продолжит. Напомним, бывшего заместителя мэра города Сергея Демина задержали в марте прошлого года за взятки. В суде установили, что знакомый Демина Александр Конаков оплатил ему отдых в Испании. За путевку Демин обещал товарищу, руководящую должность компании «Барнаул Капстрой». Позднее, по данным следствия, Демин потребовал еще 15 миллионов рублей от застройщика-подрядчика «Барнаул Капстроя». Ни одна из сторон судебного процесса не была согласна с прежним приговором для экс-чиновника Демина. 9 лет строгого режима, 15-миллионный штраф и конфискация имущества на 3,5 миллиона рублей сторона обвинения посчитала недостаточным. В то же время адвокаты делают все, чтобы Демина освободили. По мнению защиты, вина Демина остается недоказанной. К чему бывшему чиновнику помогать Конакову в получении должности, если его кандидатура и так была единственной на пост. Но прокурор счел обвинения более чем справедливыми. Мы полагаем, что судом неверно определен размер конфискации имущества Демина. В связи с тем, что нанесено представление, просим увеличить размер конфискации до эквивалента суммы полученной взятки. То есть в размере 15,158,000 рублей. Таким образом, сумма обвинения для Демина могла вырасти до 30 миллионов рублей. Однако, судьи вынесли иной вердикт. Увеличить размер подлежащего конфискации в силу статьи 104 прим. 104 со значком 2 Уголовного кодекса Российской Федерации собственность государства, эквивалента полученных Демина в результате совершения преступлений денег, предметов, услуг до 3 миллионов 758 тысяч 961 рубля 50 копеек. В остальной части приговор суда оставить без изменения. Осужденный Демин присутствовал на суде онлайн. Своей вины он так и не признал и заявил. Я оказался жертвой жестокого оговора. Находясь в тюрьме уже более полутора лет, я вижу, что даже за жестокие преступления против личности и то дают меньшие сроки. Чем можно объяснить такую суровость в отношении меня, мне непонятно. Мы согласуемся с нашим подзащитным непосредственно вопросом операции, касационного обжалования, и касационное обжалование, вероятнее, все будет подло. А пока осужденного готовят к отправке в колонию. С сегодняшнего дня приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Барнаула вступает в силу. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Сахарный диабет повышает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции и смерти от нее. Это уже давно не секрет. Как диабетикам противостоять этой инфекции и есть ли связь между сладким и повышенным сахаром? И почему поджелудочную железу эндокринологи сравниваются с каковой лошадью? Это узнали наши корреспонденты. Пить бросил, курить бросил, а вот сладкого не могу. Это тянет, тянет. Как вечер, так вот. Жена холодильник закрывает. Больным диабетам приходится пристально следить за своим питанием. Съесть конфетку они могут лишь при очень низком сахаре в крови. 72-летний барнаулец диабет второго типа заработал, как он говорит, после ликвидации аварии в Чернобыле. И теперь уже долгие годы на таблетках. Правда, обходится без инсулина. К слову, прямой связи между страстью к шоколаду и диабетом нет. Есть другая между ожирением и диабетом. Если человек имеет ожирение и не ест сладкое, он не провоцирует свою поджелудочную железу. То есть поджелудочная железа перенагружается. Понимаете, вот лошадь, она тянет воз, да? Воз тяжелый, ей тяжело. Если эту лошадь стягать, она просто упадет и умрет. Если эту лошадь постараться разгрузить, если ее не нагружать лишними углеводами, если попытаться этот воз как-то вот уменьшить, лошадь побежит в гору сама. Это, конечно, касается больше людей с диабетом второго типа. Первый чаще передается по наследству и считается аутоиммунным заболеванием, ведь при нем нарушается иммунитет. Но диабетчики любого типа тяжелее других переносят коронавирусную инфекцию. Высокая смертность. За последний год она выросла с 12 до 20 процентов. Поэтому эндокринологи выступают за вакцинацию таких больных. Я позвонила заведующей нашей третьей пульмонологии, которая эндокринолог высшей категории, и сказала, Татьяна Александровна, скажите мне, пожалуйста, на духу, вот у нас каким образом, сколько у вас там в ковидном госпитале, в тяжелом состоянии лежит пациентов вакцинированных. Она говорит, единицы. Из-за ковида попасть на прием к эндокринологам стало сложнее, говорят специалисты. Но здесь на помощь должны прийти терапевты и вовремя по анализам направлять людей на лечение. Эндокринологические отделения сейчас есть в Рубцовске, Бийске и Краево-клиническое Барнаула. Здесь вновь заболевших учат, как жить с диабетом. Многие пациенты получают современные инсулиновые помпы. Слава Богу, у нас возможности, у нашего отделения такие есть. Конечно, хотелось бы больше, хотелось бы не ограничивать себя в назначении лекарственных препаратов и применении тех же высоких технологий в виде помповой инсулинотерапии. Но это уже повседневная жизнь больных. А вот чтобы избежать заболевания вторым типом диабета, врачи советуют вести здоровый образ жизни. Правильно питаться, больше двигаться, следить за давлением, холестерином и массой тела. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. В санатории Алтайского края начали отказываться от устаревшей модели расселения, когда двое незнакомых людей оказываются в одном номере. В последнее время эта модель пользуется популярностью в основном у корпоративных заказчиков, как в регионе проходит реформа санаторно-курортной системы и как в санаториях готовятся к введению QR-кодов. Расскажем далее. Легким движением руки эта кровать может превратиться в две односпальные, если гости санатория сами этого пожелают. Еще недавно такого выбора у них не было. Советское наследие – заселять двух незнакомых людей в один номер. И если раньше отдых был нацелен, по сути, только на оздоровление, сегодня еще и на комфорт. Поэтому курортные комплексы региона начали переоборудовать двухместные номера в одноместные, бизнес-комфорт и семейные. Чтобы полностью отказаться от старой традиции заселения двух незнакомцев в один номер, санаториям понадобится 2-3 года. Все больше спрос идет на семейные номера, на одноместное расселение. Согласно аналитике, которую мы проводили, большая часть гостей, которые живут в двухместных номерах, они и так живут там семьями, просто спят на раздельных кроватях, что, в принципе, нужно искоренять и вводить практику нормальную, поддерживать мировую. А именно 70-80% отдыхающих в санаториях приезжают с семьями. Многие предпочитают отдыхать в одиночку. И, конечно же, я хочу сказать про безопасность. На сегодняшний день стало невозможно заселение двух разных людей, разных возрастов, разных интересов, разных регионов, абсолютно разного образа жизни и заселения в один номер. К тому же это разумное решение в условиях пандемии. С прошлого года санатории края продолжают работать по рекомендациям Роспотребнадзора. Сейчас в санаториях готовятся принимать гостей по QR-кодам. Это тоже новые требования к ковидных реалий. Мы считаем, что они вполне оправданы, потому что ситуация по новой коронавирусной инфекции, к сожалению, не улучшается. И какие-то меры дополнительной безопасности, они вполне оправданы. Уже с понедельника санатории гостиницы края будут заселять гостей только при наличии QR-кода, либо сертификата переболевшего, ну или справки о медотвозе. В таком случае требуется и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, если у вас медотвод. А вот туристы 60 плюс должны быть привиты в обязательном порядке. Было ожидаемо, что новые ограничения ударят по спросу, но пока в санаториях региона надеются на лучшее. Пока какого-то критичного ажиотажа мы не увидели. То есть все идет в плановом режиме, есть постоянные движения с бронированием, есть отказы, есть переносы и так далее. Поэтому на данный момент ничего существенного мы не увидели. Конечно же, это скажется однозначно, может быть, это нас еще только ожидает. Если раньше мы закладывали на недозаезды, на переносы и так далее, порядка 5% от общего количества койко-мест, то сейчас мы этот процент увеличили до 10-15%. В турагентствах отмечают, что туризм уже в принципе был готов к новым требованиям, потому что 80-90% туристов, которые путешествовали в этом году в стране и за рубежом, уже были привиты. Что касается Алтайского края, только летом в регионе отдохнули почти 900 тысяч человек. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Да и сейчас, когда праздничные дни позади, а до Нового года еще полтора месяца, те же санатории Белокурихи заполнены на 90%. Страну накрыл сейл – событие ежегодное и долгожданное для большинства россиян. Думаю, вы уже догадались, что речь идет о Всемирном дне распродаж. В следующем материале моя коллега Анастасия Наборщикова расскажет, стоит ли верить в красный ценник. Такая реакция на красный уже не удивит. День распродаж – событие ежегодное для всего мира. Люди верят и ждут эту возможность экономии. Но правда ли скидка – знак любви к покупателю? Многие уверены – это маркетинговый ход. Это все неэтично. Это все отшивается в странах третьего мира за какие-то копейки. Плюс качество. Дарья Грузинская – владелец винтажного магазина. Ее товар – ее находка. Все эти вещи девушка приобрела в секонд-хенде. Сегодня она убеждена, что день скидок – это еще один способ заработка и сбыта старой коллекции. У нас в странах СНГ это все вообще абсолютно не актуально. В Америке у меня девчонки знакомые живут, они ходят на эти черные пятницы. Там действительно супер крутые скидки. Но не у нас. Это бизнес. Это исключительно бизнес. Каждый хочет заработать. И 11-11 – это отличный маркетинговый ход. Такое мнение опровергают и тут же подтверждают цифры. В Черную пятницу прошлого года одни только онлайн-площадки заработали почти 40 миллиардов рублей. Средний чек на электронную технику составил 15 тысяч, а на одежду – 8. Нюанс лишь в том, что все эти деньги уходят в страны-производящие. И это больно бьет по нашей экономике. Тот же Китай и другие страны Юго-Восточной Азии показывают нам пример того, что создав экономику-производящую, став мастерской мира фактически, то есть если мы хотим стабильность, устойчивость в своем развитии и меньше проблем, то баланс между сырьевым экспортом, торговлей сферой услуг и производящими отраслями должен быть достигнут. Это значит, что нужна своя площадка со своим производством. Причем без перекупа. Иначе какой смысл? Деньги также будут ускользать китайцам. Но сегодня из популярного нашего ничего нет. Так или иначе, сэкономить можно, и для этого нужно время. Оба наших эксперта советуют мониторить цены в магазине. Тогда вы сами сможете ответить на вопрос – скидка или обман? Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Несколько роботов высадились в центре Барнаула. Прилетели они из мастерской известного в России художника – декоратора Алексея Стешика. Отметим, это далеко не единственный проект молодого художника. Подробнее о необычном творчестве безумного, в хорошем смысле слова «декоратора» расскажем в нашем сюжете. Это отправляли уже в переплавку. Это уникальные вещи, которых, ну, если переплавку отдал, то, в принципе, можно потом и не найти никогда. То, чему суждено было оказаться на свалке, в результате превращается в удивительные арт-объекты. Художник-декоратор Алексей Стешик выкупает и тем самым спасает металлические пластины, гайки, различные микросхемы. Дает им вторую жизнь. Из грунт и металлолома мужчина создает роботов, которые смотрят на тебя, как живые существа. Они живые. Ну, я всем говорю, что вот только программу вставить, и все, он пойдет. Произведения мастера на этой неделе увидели сотни горожан. И больше всего их привлек так называемый мультипаспорт, который держит в руках робот. Ну, просто есть рука, можно в нее что-то вставить, можно обрезок трубы, молоток, а можно QR-код. Так что же в руках у робота до сих пор гадают барнаульцы? Размышлять, думать – в этом и смысл творчества, говорит Алексей. А ведь до знакомства со своей музой, с супругой Анастасией, Алексей занимался совсем другим делом. До 30 лет Алексей творчеством не занимался вообще. То есть в 30 лет его жизнь кардинальным образом изменилась и пошла совершенно в другое русло. В 30 лет я взял первый раз в руки карандаш, попробовал. И так не кисло получилось, понравилось. И с этого момента все. Как-то постепенно, постепенно, со стройки все перекочевало в художку. Браслеты, необычные ремни, мебель, картины из микросхемы мозаики. Про работы Алексея пишут СМИ всех континентов. Кстати, творческая пара совсем недавно перебралась в Барнаул. До этого 10 лет жила в Горном Алтае. Помните дорогу на знаменитый Марс? Благодаря творческому союзу робот поселился и там. В планах у Алексея и Анастасии создать целую космическую вселенную. А если это алтайский мальчик, то вот с их национальным инструментом. Вот он играет, а рядом стоит просто огромный такой инопланетяник, который играет на таком же примерном инструменте, только он вот выглядит примерно вот как-то вот так. И объединить космос и Алтай. Космос и Алтай, современности и древние культуры в одном месте. Такое искусство станет центром притяжения туристов со всего мира. Правда, для таких проектов нужны инвесторы. По приблизительным подсчетам стоимость только одной скульптуры может доходить до 600 тысяч рублей. Так что пока Алексей продолжит радовать барнаульцев и гостей города своим творчеством. Валентина Аскирова, Александр Антропов. День с толком. Крахмальная 92. Это не новый адрес в Барнауле, а название постановки режиссера Вениамина Коца. Премьера спектакля состоялась сегодня в Молодежном театре Алтая. О чем и для кого постановка расскажет Анастасия Болотина. Жалко, но возвращаться не хочется. Кому живется легче? Детям или взрослым? Одни хотят скорее вырасти, а другие снова стать маленькими. В этом спектакле актерам не нужно создавать яркие астрохарактерные образы. Им нужно говорить со зрителем и вместе с ним размышлять. Как говорят, маленький ребенок – это комочек неистраченных возможностей. То есть, если, например, я в детстве очень хотел стать астрофизиком, так получилось, что связал свою жизнь с театром совершенно случайно. А астрофизиком хочется больше быть. Поэтому, если бы я вернулся в детстве, у меня все эти возможности и все дороги передо мной открыты. А сейчас уже нет. Крахмальная 92 – адрес детского дома, который основал Януш Корчик. Польский педагог, писатель, врач и общественный деятель. Он же автор книги «Когда я стану маленьким». Одна из тем, которые он затрагивает, и она же нашла отражение в спектакле – детские проблемы. И их не меньше, чем у взрослых. Хотя многие привыкли думать иначе. Как раз этот спектакль о том, что это прекрасно, но возвращаться не надо. О яркой жизни ребенка и о том, как ему в нем бывает и тяжело, и легко. Этот спектакль не только для детей, но и для взрослых. Режиссер уверен – смотреть и обсуждать его после просмотра лучше всей семьей. И, может быть, тогда разные поколения начнут лучше понимать друг друга. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Для вас работает телефон нашей редакции – 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза компании «Валар». У меня на этом все. Хороших вам выходных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...